Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию лекций об электронном эталоне библиотечной библиографической классификации. Меня зовут Коннова Екатерина Владимировна, заместитель заведующего научно-исследовательским центром развития ББК Российской государственной библиотеки. В первой лекции мы рассмотрели вопросы значимости библиотечной библиографической классификации как национальной классификационной системы Российской Федерации и также этапы создания автоматизированного рабочего места разработчика классификационных систем. До появления автоматизированного рабочего места разработчика и открытия электронного эталона таблиц ББК на официальном сайте Российской государственной библиотеки, информирование пользователей обо всех изменениях в таблицах происходило в виде печатных дополнений и исправлений к таблицам ББК. Первая серия дополнений и исправлений, всего их было 30 выпусков, была выпущена к 1972 году. С каждым годом количество издаваемых дополнений и исправлений нарастало. Необходимость оперативной реакции на актуальные события внешней и внутренней жизни, развитие науки и техники привели к появлению так называемых оперативных ДИИ, сборного характера, а во всех остальных случаях дополнения и исправления выпускались к определенному выпуску таблиц. Всего к различным вариантам таблиц было опубликовано около 200 отдельно изданных выпусков дополнений и исправлений. Небольшая часть изменений впоследствии была пересмотрена, вследствие чего не все выпуски в настоящее время являются действующими. В ряде случаев пересмотр таблиц носил столь принципиальный, сплошной характер, что вместо издания отдельных выпусков в дополнении исправлений публиковались таблицы в целом. В связи с этим только те библиотеки, которые с самого начала отслеживали и последовательно отражали в своих рабочих вариантах таблиц все вышедшие дополнения и исправления, могли иметь у себя полный эталон таблиц ББК. С началом публикации печатных изданий средних таблиц дополнения и исправления печатались в томе, следующем за выпуском, к которому именно эти дополнения и исправления составлялись. Это было удобно, то есть пользователи со следующим выпуском средних таблиц получали дополнение и исправления к предыдущим и могли у себя в своих таблицах это оперативно отразить. Но опять-таки же это был бумажный вариант ДИИ и не всегда он мог быть оперативно доставлен пользователю, тем более что средние таблицы издавались с периодичностью год-полтора. Электронная база таблиц ББК обладает рядом несомненных преимуществ и основной, конечно же, из них это актуальность. Как правило, на подготовку и публикацию печатного издания таблиц и даже печатных небольших дополнений и исправлений, они выходили в виде небольших брошюр, все равно уходит довольно-таки много времени. И часто дойдя до потребителя, эта информация уже устаревает. Электронная же база данных является эталоном таблиц, где представлена новейшая информация об изменениях в различных областях научного знания, отраженных в классификации. И при этом она доступна, и в любой момент пользователь может к ней обратиться. Не ждать печатного издания. Таблицы ББК появились на официальном веб-сайте Российской государственной библиотеки летом 2019 года. В небольшом вступительном слове сказано, российская государственная библиотека в 2019 году опубликовала на официальном сайте машиночитаемую версию эталона таблиц библиотечно-библиографической классификации. Электронный талон представлен в виде базы данных, сформированной на основе опубликованных в книжном виде вариантов таблиц ББК. Это средних таблиц, выпуски с первого по восьмой, сокращенных таблиц и таблиц для детских и школьных библиотек. На сегодняшний день содержимое этой электронной базы данных составляет более 200 тысяч классификационных делений. С момента появления в научно-исследовательском центре развития ББК автоматизированного рабочего места разработчика классификационных систем была проделана большая работа по внедрению информационных технологий в процесс создания и ведения самих таблиц ББК. Разработчикам удалось учесть в программе сложную структуру, иерархическую структуру таблиц, имеющиеся в них общие отступления и исключения от обычных правил набора текста. В итоге мы получили продукт, обладающий необходимым функционалом для создания и ведения таблиц в машиночитаемой форме. Макеты таблиц ББК создавались в текстовом формате Word, а затем загружались в базу данных путем разметки исходных файлов в соответствии с форматом Rusmark для классификационных данных. Файлы таблиц загружались в базу данных только после выхода печатного издания. Предполагается, конечно, нами, что в будущем весь процесс создания таблиц от построения самой структуры подразделений до передачи макетов в издательство будет вестись сотрудниками с помощью автоматизированного рабочего места. В научно-исследовательском центре развития ББК постоянно ведется обучение сотрудников в работе в армии. Многие сотрудники уже используют личные кабинеты в системе для ведения в своих подразделах таблиц. Любой фрагмент можно скопировать из рабочего варианта к себе в заметке в личный кабинет и иметь возможность перерабатывать его в соответствии с текущими задачами центра. В процессе освоения и внедрения автоматизированного рабочего места постоянно отрабатывается механизм редактирования таблиц, выявляются и решаются проблемы при загрузке и выгрузке фрагментов, ведется формально-логический контроль, выявляются и исправляются ошибки и неточности в индексах и структуре построения таблиц. Все утвержденные и введенные в таблицы дополнения и исправления также представлены в электронной базе данных. Таким образом, мы располагаем готовым на сегодняшний день, благодаря базе данных, располагаем готовым макетом любого выпуска средних таблиц сокращенных и для детских и школьных библиотек со всеми последними изменениями. Полностью подготовленный рабочий вариант в базе данных копируется в отдельную чейку хранения под названием «Эталон». Эталонные версии в любой момент можно выгрузить из базы данных либо в текстовый формат Word, либо в Русмарке, а текстовый формат Word и будет являться печатным вариантом издания. Именно этот эталонный вариант пользователи и видят на официальном сайте Российской государственной библиотеки. Алфавитно-предметные указатели также размечаются и загружаются в базу данных после выхода в свет печатного издания. В процессе подготовки печати сводного алфавитно-предметного указателя, это будет девятый выпуск средних таблиц, система значительно поспособствовала облегчению всех этапов. Но, как я уже говорила, упоминала, большой объем интеллектуальной работы по формированию и редактированию гнезд на сегодняшний день все равно может выполнить только разработчик таблиц. Изменения и дополнения вносятся в электронный эталон по стечению календарного года. И происходит это гораздо раньше выхода в свет следующего издания средних таблиц. Поэтому для профессионала библиотечной информационной сферы авторитетный файл эталона таблиц библиотечной библиографической классификации представляет информацию об актуальном состоянии системы в целях коррекции их рабочих таблиц на местах. То есть каждая библиотека имеет теперь такую возможность. В зависимости от желаемых результатов поиск может осуществляться по двум критериям поиска, дополнения и исправления. Это значит первое по формулировке конкретных изменений и по году, в котором эти изменения в базу были внесены. Именно в эталон. Теме поиска и отслеживания изменений в электронном эталоне таблиц ББК будет и посвящена заключительная лекция. В качестве базовой основы формирования эталона полных таблиц загружены следние таблицы с буквенной индексацией основного ряда. Полные таблицы будут развиваться путем углубления детализации делений по конкретным предложениям. На настоящий момент в эталоне полных таблиц более детально уже раскрыта периодизация истории отдельных стран, раздел коррекционной педагогики. Даны развернутые таблицы в ряде разделов психологии. А также в полном объеме представлены типовые таблицы языковых, этнических и территориальных типовых делений. Средние таблицы пополняются в базе данных по мере выхода в свет каждого выпуска печатного издания. Это касается и средних таблиц, и сокращенных, и таблиц для детских и школьных библиотек. И на сегодня, после загрузки завершающего восьмого выпуска средних таблиц, их основной ряд представлен в полном объеме. Читатели библиотеки, широкий круг пользователей могут знакомиться со структурой ББК в собственных интересах. Например, в связи с посещением библиотек, обращением к электронному каталогу, в личной научной работе, для определения индексов ББК на свои произведения, по требованиям научных организаций и учебных заведений. Сейчас ежемесячно мы фиксируем около 2000 просмотров электронных таблиц библиотечной библиографической классификации. Сотрудниками научно-исследовательского центра развития ББК ведется анализ этих поступающих замечаний и предложений. В будущем возможно создание, мы об этом думаем, создание форума для оперативного реагирования на все отклики пользователей. Далее мы с вами рассмотрим с помощью слайдов основные этапы работы с электронными таблицами библиотечной библиографической классификации на сайте РГБ. И сравним функциональные возможности автоматизированного рабочего места разработчика классификационных систем и электронного эталона, который представлен всем пользователям на сайте. Открываем официальный сайт Российской государственной библиотеки и находим вкладку «Профессионалам». Далее выбираем электронный эталон ББК и попадаем с вами на страницу с кратким руководством по работе с электронными таблицами ББК. Далее мы видим, опускаясь ниже, что там представлена инструкция по работе с этими электронными таблицами. Там вы можете найти для себя небольшую подсказку, как поступать, когда у вас возникает проблема. Ознакомившись с инструкцией и опускаясь вниз страницу, мы находим ссылку и по ней переходим в саму базу данных. Работу в базе данных с таблицей мы начинаем с выбора таблиц. Вторая вкладка сверху демонстрирует нам наш выбор. Например, вы видите, что выделены средние таблицы и сразу же система наверху нам это показывает. Далее, переходя в сами таблицы, мы попадаем во вкладку ББК, где перед нами открывается древовидная структура библиотечно-библиографической классификации. Работа с таблицами в электронной версии осуществляется с помощью контекстного меню, открывающегося нажатием правой кнопкой мыши. На данном слайде вы видите, как выглядит это контекстное меню и какие функциональные возможности пользователю оно дает. Далее, если мы воспользуемся этим контекстным меню и развернем все деления таблиц и откроем также к ним имеющиеся методические указания, то мы получим вот такую структуру, которую мы видим на слайде, структуру библиотечно-библиографической классификации, какой мы и привыкли видеть ее в печатных изданиях. Далее расположена вкладка алфавитно-предметного указателя АПУ. Этот слайд демонстрирует нам, что АПУ представлен в том же виде, какой видит его у себя на аутентизированном рабочем месте разработчик. АПУ имеет ту же структуру, что и в печатных изданиях таблиц. То есть соблюдена иерархия, мы видим гнезда, где есть основное деление, и чуть правее идут под рубрики этого деления. То есть вся иерархия полностью сохранена, соблюдена, и АПУ нас не удивляет каким-то новым видом. Следующая вкладка – это поиск. В прошлой лекции я демонстрировала расширенный поиск, который имелся в меню автоматизированного рабочего места разработчика классификационных систем. Он отличается от данного поиска. У разработчика, например, больше возможностей для корректировки списка результатов поиска. А вот у пользователя на сайте такой возможности не будет. Но поиск достаточно простой, сориентироваться в нем очень легко. В последней вкладке «Методика» вы можете найти для себя полезную информацию, ознакомившись с материалами, которые мы там для вас собрали. Как вы видите на слайде, здесь есть инструкция по работе с базой данной. Для удобства пользователя продублированы правила работы с электронными таблицами, которые мы видим перед тем, как заходили в базу данных. Это сделано для удобства, чтобы, если пользователь столкнулся с какой-то проблемой, ему не нужно было выходить обратно на сайт, а он может найти эту инструкцию прямо здесь, во вкладке «Методика». Также здесь есть введение ко всем изданным таблицам ББК. Следующее – это наши публикации, с ними я тоже вас ознакомлю чуть позже. И последняя информация – это о нас. Там тоже приведена, возможно, будет для вас полезная информация, также с контактными данными. Введения ко всем изданным выпускам таблиц ББК представлены в виде списка по типам таблиц. И отдельно еще есть введение ко всем таблицам общих типовых делений. Для образца могу продемонстрировать вам введение к средним таблицам. То есть оно имеет обычный текстовый вид, текстового документа и полностью соответствует тем введениям, которые были напечатаны в книжных изданиях. Они здесь объединены для удобства пользователям и приведены вот таким единым блоком. В наших публикациях вы можете ознакомиться с библиографическими списками последних изданий самих таблиц, а также публикациями сотрудников центра в периодических изданиях. Для удобства они приведены по году издания, то есть внутри года, естественно, по алфавиту. Поэтому там очень удобно сориентироваться. И последняя вкладка «Она». Здесь собран материал об истории создания, характеристиках и изданиях таблиц библиографической классификации. А также контактная информация для обращения к специалистам центра и в издательство для приобретения тех таблиц, которые вам нужны. Там есть все телефоны, адреса и сайт, и также электронная почта, так что, пожалуйста, можете ими воспользоваться. Так, вот как раз на слайде я вам это и показываю. Вот, эта лекция у нас подошла к концу. Я вас благодарю за внимание и увидимся на третьей заключительной лекции этого цикла. Продолжение следует... Продолжение следует...